Приветствую вас! И ситуация заключается вот в чем. Любая зависимость есть следствие того, что в душе человека, в его сердце, есть пустота. Эта пустота отчаянно нуждается в том, чтобы ее заполнить. И мужчины, по всей вероятности, заполнили пустоту игрой. Онлайн-игры это то самое средство дополнения пустоты, которое приходится на тот момент, когда человек находится в кризисе, когда человек находится на доспуте. И когда ему кажется, что он все потерял, он ничего не может, внезапно появляется игра, которая как бы дает ему возможность ощутить себя значимым. Происходит смена ориентации с реальной на виртуальную, потому что в реальной ориентации, в реальном мире человек чувствует себя, ну, скажем так, недостаточно успешным, недостаточно самостоятельным и, в общем-то, слабым. Кроме того, раз мужчина лишился работы, то для него этот важный удар по самолюбию и по гордости. Он понимает, что он взял шаг назад. И по какой-то причине считает, что достаточно тяжело ему вернуться обратно, да, то есть, отыграть, скажем так, свои позиции. В результате этого, собственно, мужчина и отдал сыгре. И вопрос в том, значит, как дальше быть и что делать с этим, можно сказать следующее. Безусловно, мужчина попал в ситуацию для него тяжелую. Это факт. Но вы также несколько неправильно себя ведете. И вот почему. Дело в том, что он считает, что вы все равно будете с ним, что вы его простите по любому исходу. Он не ценит ваши чувства. Он не бережет их. Он не обращает на них внимания и не отдает им приоритет. Это связано с тем, что вы убедили мужчину, что вы его. Он не боит на вас потерять. Он знает, что вы его любите и хотите ему помочь. Он знает, что вы никуда не денетесь и поддержите его при любом расходе. И вот это самое плохое. Потому что мужчина, который знает, что женщина будет при любой ситуации рядом с ним, он теряет тонус. Он теряет, собственно говоря, стремление что-то делать. А зачем? У него есть вы, которая примет его любовь. И это, с одной стороны, хорошо. Хорошо. Но, с другой стороны, у него есть вы, которая свои интересы всегда принесет в жертву ради его интересов. И вот это не очень хорошо. Потому что, кроме вас, ваш интерес никто не защитит. Лучше. И если вы не защищаете свои интересы, если вы сами не относитесь к себе с достаточным уважением, а вы терпите от мужчины такое оскорбительное поведение, то и мужчина к вам также относится будет. К сожалению. Это да. И первое, что нужно сделать здесь, это понять, что переубеждать взрослого человека в чем-либо. Ну, по большому счету, бесполезно. Мужчина не хочет ничего менять. Мужчина не видит проблемы в том, что он делает. И его все устраивает. А значит, ему ничего не нужно. И говорить ему о том, что ему нужно что-то делать, ничего, это бесполезно. Он воспринимает это, как ваш каприз. Чтобы это не было капризом, нужно перестать на него давить. Перестать от него что-то требовать. Перестать стремиться его подтолкнуть и так далее. Вам необходимо занять постичку одновременно более жесткую и одновременно более свободную, более наблюдательную, более остраненную. То есть, тут нужно последовательность. Последовательность вот в чем. Сказать мужчине, что, дорогой, я не претендую на то, что ты делаешь. Ты играешь, это твое право, ты взрослый человек, ты вольный заниматься тем, что ты хочешь. Это твой выбор. Но и мой выбор заключается в том, что я не намерен это терпеть. Я не намерен ждать, пока ты наиграешься и только потом обратить на меня внимание. У меня тоже есть свои желания, свои терпения, свои цели и так далее. И я тебя люблю. Но если ты не будешь стремиться к тому, чтобы обеспечить мне все, что я хочу, то, естественно, я не буду гарантировать тебе полной преданности, полной привязанности. Я не буду этого делать. И именно это вам и нужно ему сказать. Сказать, что вы не собираетесь менять его, но и терпеть такое поведение тоже не станете. И в результате этого и по этому вы дадите мужчине выбор. Он посмотрит на вас, на ваше поведение. Увидеть, что вы больше не предпринимаете шагов для того, чтобы как-то с ним близиться. Не предпринимаете шагов для того, чтобы как-то его подтолкнуть, направить, что-то для него сделать и так далее. И напротив, вы один раз предложили, он сказал, что вы больше не предлагаете. Но вы начинаете жить своей жизнью, общаться с другими мужчинами и так далее. И он начинает понимать, что может вас потерять. Он видит, что может вас потерять. И вот здесь как раз и возникает тот самый переломный момент. Если у мужчины к вам чувства есть, он их начнет проявлять. Потому что видит, что вы от него отдаляете. Видит, что вы можете найти другого мужчину, который бы отвечал вашим желаниям, потребностям в полной мере. И он этого будет бояться, бояться вас потерять. И соответственно, чтобы вас не потерять, будет предпринимать какие-то шаги. Если чувства у него к вам не осталось больше, а ему с вами просто удобно, то, к сожалению, дело будет сопровождаться. То есть, ваша вот такая позиция будет сопровождаться оскорблениями с его стороны, претензиями, обвинениями и так далее. Это будет означать, что мужчина к вам ничего не считает, что вы нужны ему просто для его же интереса. И это будет тогда, в свою очередь, значит, что с этим мужчиной у вас нет будущего. Либо вы тащите на себе отношения и садитесь за него, либо вы расстащитесь. Но согласитесь, что отношения – это работа двоих людей. И если человек ничего не хочет делать, то он, соответственно, не имеет права требовать от другого. Делать для него всё. Вот именно такая позиция поможет вам дать возможность мужчине проявить свои чувства к вам, показать, что ему важнее, что ему дороже – вы или игра, и, значит, проявить себя как мужчина. Проявить себя в качестве развивателя, в качестве того, кого вы любите. И единственное, что важно понимать, что зависимость, игровая зависимость, она, ну, не поддаётся лечению. То есть, человека можно вылечить от химической зависимости. А от чисто психологической зависимости можно вылечить только лично внутренним стимулом. И этот стимул, в данном случае, этим стимулом, в данном случае, является вы. И если вы для него недостаточный стимул, чтобы перестать играть, если потеря вас для него – недостаточно серьёзный аргумент для того, чтобы пересмотреть свою жизнь, то это значит, что его ничего от игры в данный момент не отстранит, не отстранит. Придёт время, он, безусловно, поймёт, что играет он всего лишь игра. Но, когда это время придёт? Увы, не обязательно, столько и глаз. Поэтому, у вас только такой выход и такой выбор. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам может понравилось, сделайте его лучше. Пожалуйста, буду благодарен. Пока. Желаю вам. Всего доброго.